Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш курс лекции по изучению псалтыри. Это, как и другие лекции, проводится у нас совместно с порталом экзегет.ру и соответствующие записи вы сможете в последующем увидеть на этом сайте. Мы с вами переходим к изучению третий кофизмы, который начинается с 16-го псалма. Псалом 16. Название этого псалма обозначает текст как молитва Давида. Аналогичные заголовки имеются и в других псалмах, например, в 85-м. В заключительных словах второй книги псалмов сказано «Кончились молитвы Давида, царя Иесеева». Итак, это устойчивое словосочетание – молитва Давида. Хотя многие псалмы содержат разделы, похожие на молитву, но в них, в этих других псалмах, нередко воззвание к Богу перемешано с теми или иными описаниями исторических событий, обращениями к верующему народу и так далее. Данный псалом нередко называют молитвой в чистом виде, поскольку он целиком и полностью обращен к Богу. В тексте звучит плач – обращение к Богу за помощью в разгар неприятностей, совершенных неназванными врагами. Поиск оправдания от Бога и заявление в личной невиновности дают основание думать, что причиной появления этого текста было ложное обвинение. Не исключено в идолопоклонстве. Псалмопевец начинает с горячей просьбы к Богу, за которой следует защита своей невиновности, молитва о своем оправдании, затем приводится описание врагов как беспощадных и жестоких, которые подобны львам и скинам, затем он просит Господа не изложить врагов и заканчивается псалом заверением, что будет спокойно автор спать и, просыпаясь, снова взирать на лице Божие. Данный псалом тщательно продуман. Стихи или отдельные его фразы повторяются порой дважды. Мысль развивается вперед шаг за шагом. Весь текст имеет внутри сложный параллелизм, который мы называем хиазмом. Это такой параллелизм, в котором, если разделить псалом на четыре части, первая часть имеет параллель в самой последней, четвертой, а вторая имеет параллель с третьей частью. И, следовательно, эпилог, некий вывод и кульминация не в конце, а в середине. Итак, стихи 1-7 находят отражение в 15-м. Стихи 8-12 содержат близкие идеи к стихам 13-14. Начало и конец псалма характеризуются четкими языковыми связями, например, через слово «правда», которое появляется в стихе 1-м и 15-м. Или слово «воззряд», упомянутое во 2-м стихе, как «и буду взирать в 15-м стихе». Итак, используя литературное мастерство, автор псалма делает таким образом высокие богословские идеи понятными и легко запоминающимися. Его стиль наверняка более прост, чем стиль лекции автора данного лектория. Первый стих и второй данного псалма. Подобно типовому плачу, псалм начинается с серии просьб о помощи. «Услышь, вонми воплю моему, прими молитву и заклинание, Господи». Бог должен услышать, потому что говорящий невиновен, и его просьба справедлива. Только такая искренняя молитва, которая является откровенной и свободной от лжи. Только такая молитва может надеяться на ответ. Автор псалма надеется быть оправданным, полагаясь на свою совесть и непредвзятую Божию справедливость. Мы еще не знаем о характере проблемы, но с первых строк мгновенно понимаем, что автор псалма не заслуживает того, что с ним происходит. Суд, который исходит от лица Господа, есть сама правда. В других псалмах правда Божия ассоциируется со светом, а справедливость с полнем. В следующих стихах убежденность в невиновности и безгрешности не следует понимать как наивное самодовольство. Скорее, речь здесь идет о попытке оправдать себя перед лицом необоснованных обвинений. Главной заботой псалмопевца является то, что его отношения с Богом не должны ухудшаться из-за клеветнических нападок. Он без каких-либо колебаний готов оподвергнуть свои мысли и свои дела тщательной проверке. Даже ночью, когда зло входит в свою силу, Бог в нем не должен ничего найти плохого. Псалмопевец не думал, не говорил и не делал зла. Он стал на пути Господа и поэтому не поколебали с его стопы. В следующих стихах псалмопевец просит Бога продемонстрировать свою благосклонность, услышать и преклонить свое ухо. Уверенность в том, что Бог не может не услышать, полагается в основу греческого перевода. То, что в еврейском тексте обозначено как надежда, устремленная в будущее, «Ты услышишь меня, Боже!» В греческом тексте прочитывается как уже совершившийся факт «Ты услышал меня, Боже!» Толкуя слова «преклони ухо твое», святитель Афанасий уходит от антропоморфизмов в «Описании Бога». Он говорит, в частности, что «Бог весь есть ухо, потому что все слышит». За выражением «дивная милость» синодального перевода стоит еврейский термин «хесед», который может означать благоволение, преданность, верность. Поэтическое воспевание десницы Божьей словно повторяет песнь Моисея, в которой прославляется освобождение израильтян от порабощения в Египте. Образ правой руки символически демонстрирует, что Бог, словно могущий витязь, уничтожает врагов, которые хотят причинить вред избранному народу. Псалмопевец призывает Бога хранить его, как зеницу ока. Этот поэтический образ возвращает нас к истории странствования Израиля по пустыне. Тогда Бог нашел Иакова в дикой пустыне, ограждал и хранил его, цитирую, как зеницу ока. Как орел, цитирую, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один заботился об Израиле в древности. «Побудительное наклонение в тени крыл твоих укрой меня» говорит нам о том, что автор псалма хорошо знаком с данной историей с книги «Второзаконие». И поэтому просит, чтобы Бог снова проявил заботу о своих чадах, как Он это делал в древности. Через много столетий после псалмопевца Иисус Христос в своих речах также использовал образ птицы, собирающей птенцов своих под крылья, но при этом с досадой заметил, что жители Иерусалима этого при нем не захотели. Враги псалмопевца – хищники, подобные взрослому льву или молодому льву славянское слово «скимен», которые украдкой преследуют свою добычу, чтобы напасть на нее из засады. Львы – это метафора беспощадной жестокости. Их сердца стали черствы, заключились в туке своем, а уста исполнились надменности. В стихах 13-15 эмоциональное напряжение достигает пика. Звучит призыв «Восстань, Господи! Предупреди их! Не изложи их!» Данное выражение похоже на боевой клич. Автор псалма призывает Бога-воина вмешаться и избавить его от злобных и могущественных врагов. В 14-м стихе Бог призывается организовать уничтожение как врагов, так и их детей, подражающих лукавству предков. Псалмопевец знает, что в конце концов он будет оправдан и войдет в само присутствие Божие. «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Намек на сон в 15-м стихе дает основание полагать, что Псалом служил вечерней молитвой. Как Бог пристально приглядывает за моральными устоями Псалмопевца, так и он, в свою очередь, будет взирать на лицо Господа в будущем по пробуждении. Но если же толковать слово «пробудившись» как пробуждение от сна смерти, как это делают некоторые древние и современные исследователи, тогда в последнем стихе «буду взирать на лицо Твое, пробудившись» речь идет не просто об ощущении особого присутствия Бога в храме, но о созерцании Бога после смерти, когда многие по книге Даниила «И спящих в опрахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». То, о чем Ветхий Завет только намекает. В Новом Завете приобретают более определенные черты. В частности, по апостолу Иоанну в день явления Иисуса Христа мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Что мы можем запомнить для себя из этого псалма? Первое. Само заверение страдальца в своей правоте услышит правду вонми воплю моего моления. мы видим, что здесь нет никакого обращения к друзьям или врагам, к священникам, к царю. Это молитва в чистом виде. И вот, может быть, характерной чертой этого псалма являются сами поэтические образы. Как я уже говорил, уподобление врагов львам и скинам. В этом некий параллелизм. Львов, лев взрослое животное, сильное, крепкое и опасное. Эскимен еще пока молодой, неопытный, но уже достаточно сильный, чтобы навредить. помимо уподобления злодеев зверям, мы видим здесь и некоторые антропоморфизмы в отношении самого Бога. Упоминаются глаза Божии, возряд очи твои. Упоминаются уста Божии, уста твоих. Упоминаются некие пути Божии. Понятно, что автор не собирался нам сказать, что Бог подобен нам и является человеком, но скорее через эти образы дается сама характеристика его свойств, как он смотрит, как он слышит, как он бы себя повел. Божии.